В футбол мозорские дамы играли давно, но лишь только с недавнего времени они получили возможность объединиться в команды и заявить о себе на областной, республиканской и международной арене. В начале отдельные игроки, а теперь и команды участвуют в турнирах и будем надеяться, те девочки, которые сейчас рожаются в республиканских перенствах среди девушек, в будущем во взрослом футболе выйдут на высокий уровень мастерства и продолжат. Международный путь своих предшественниц из дюшер номер один Дарьи Марининой, Татьяны Красновой и Юлии Дубень. В этом году мы выставили два возраста, в отличие от того, там младшими мы выступали и довольно-таки неплохо шестое место заняли. Сейчас после первого круга старшие девочки занимают седьмое место, ну младшие чуть похуже, на десятом пока. Но мы надеемся после августа месяца подготовительных таких работ, планируем лагерь на десятой школе провести, там как раз Спартак рядышком, вот, мы наверстаем упущенное. Александр Ремович наряду с Сергеем Николаевичем Ковалевичем, директором с дюшер номер один, и начали развивать женский футбол в Мозыре. Сейчас командами девушек работают Михаил Леонидович Буравлев и Дарья Викторовна Фейченко. В их командах лидеры Дана Высоцкая и Юлия Казак. И говоря о достижениях мозырских футболисток, стоит упомянуть участие полейских спортсменок в составе сборной области на Республиканской Спартакеаде. В состав сборной входили Ада Целецкая, Дарья Гринько, Екатерина Леонович, Каролина Белякова и Дарья Кукса. Сейчас в республиканском футболе у девушек наступила пауза, которая продлится до 21 августа, когда на стадии Полесья в Козенках наша старшая команда будет принимать соперниц из Республиканского училища Олимпийского резерва, а младшие футболистки померятся силами с Витебской двиной.